Премия «Наша Подмосковья» Премия «Наша Подмосковья» родилась благодаря неравнодушным людям, которые, несмотря на свои хлопоты, на свою занятость, на безумный быстротечный мир, находят время дарить добро. В 2017 году премия проходит уже в пятый раз. Она претерпела существенные изменения, хотя призовой фонд остался неизменным – 180 миллионов рублей, которые вручаются за добрые дела, сделанные в Подмосковье. За время проведения премии были уже награждены 7952 лауреата из авторов более чем 80 тысяч поданных проектов. В этом году будут вручены 1818 наград. Для участия в премии вам необходимо зарегистрироваться на сайте нашедефисподмосковья.рф. После одобрения анкеты вы можете подать свой проект или присоединиться в качестве участника инициативной группы проекта. Каждый соискатель может заявить только один проект. Заявки на участие принимаются с 25 апреля по 24 июня 2017 года. Проекты подаются в категории в зависимости от количества участников, вовлеченных в реализацию проекта. Это сделано для того, чтобы у всех проектов были равные возможности на победу, чтобы они соревновались в своих весовых категориях. Категория «Инициатива» – количество членов инициативной группы, реализующей проект от 1 до 15 человек. Категории «Команда» – от 16 до 50 человек. Категория «Объединение» – от 51 до 100 человек. Категория «Сообщество» – свыше 100 человек, участвующих в проекте. В каждой категории принимаются проекты, направленные на работу с молодежью и развитие массового и дворового спорта, развитие науки и информационных технологий, работа по патриотическому воспитанию и общественный контроль, развитие волонтерской деятельности и благотворительность, охрана окружающей среды и создания приютов, развитие краеведения и сохранения объектов культурного наследия. До 9 июля к проекту на сайте должны присоединиться остальные его участники в соответствии с выбранной категорией подачи проекта. В июле и августе в муниципалитетах пройдут обязательные презентации проектов, на которых соискатели расскажут представителям Совета по присуждению ежегодных премий о целях и основных достижениях своих проектов. Дополнительную информацию об условиях участия вы можете найти в разделе «О премии» на официальном сайте www.nashadefizpodmoskovye.rf С 25 апреля начат прием заявок на сыскание премии «Наше Подмосковье», который продлится до 24 июня включительно. 16 мая в 16 часов в актовом зале администрации городского округа Мытища состоится информационная встреча, где вы сможете задать вопросы относительно условий конкурса 2017 года и получить компетентные ответы. Внимание! Желающим прийти на встречу необходимо зарегистрироваться по телефону 8 498 687 19 45 и 8 495 581 83 42 или по адресу m.m.ru.sobaka.yandex.ru Уважаемые жители городского округа Мытища, обращаем ваше внимание, что оказание услуг по распространению сигналов программ телевизионного вещания по кабельной муниципальной сети связи на территории городского округа Мытища осуществляет МУП «Развитие инфраструктуры Мытища». На это же предприятие возложена обязанность по осуществлению сбора абонентской платы с пользователей кабельного телевидения. Между МУП «Развитие инфраструктуры Мытища» и расчетными организациями, которые производят сбор коммунальных платежей, заключены договоры, на основании которых расчетные организации осуществляют сбор абонентской платы с пользователей кабельного телевидения от имени МУП «Развитие инфраструктуры Мытища». Поэтому жителям необходимо оплачивать услуги связи для целей кабельного телевизионного обещания по квитанциям, полученным от своих расчетных организаций. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытища 27 марта 2017 года номер 1421 будет осуществлена выплата единовременной материальной помощи бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и союзниками в период Второй мировой войны, имеющим постоянное место жительства на территории городского округа Мытища, к Международному дню узника в размере 3000 рублей за счет средств бюджета городского округа Мытища. Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан или через Мытищинский почтамб в соответствии с порядком получения пенсии. С 3 апреля по 3 июня 2017 года в Подмосковье вновь пройдет акция «Пассажирский контроль стрелки», направленная на повышение качества обслуживания пассажиров Московской области. В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо зафиксировать нарушения, например, отсутствие информационного стикера на транспортном средстве или отказ водителя принимать к оплате карту на фото или видеокамеру гаджета. В сообщении указать дату, время проезда на маршруте и номер карты стрелка. После направить всю информацию по доступным каналам связи, социальные сети, мессенджеры или почта. Самым активным участникам акции будут вручены памятные призы от команды «Стрелки». Подобные условия участия в акции размещены на сайте стрелкокарт.ру в разделе «Новости» и в социальных сетях «Стрелки». Главное управление социальных коммуникаций Московской области проводит ежегодный конкурс граффити на территории Московской области. Его тема в 2017 году – «Экология в красках». Конкурс проводится с 4 апреля по 4 июня 2017 года. Для участия необходимо прислать фотографии работ, размещенных на открытых поверхностях в муниципальных образованиях Московской области, с указанием адреса и контактных данных заявителя в срок до 21 мая 2017 года. В конкурсе принимают участие как индивидуальные участники, так и команды. В установленные сроки с 4 апреля по 21 мая необходимо подать заявку-анкету с фотографиями рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту в срок до 21 мая 2017 года. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытища Московской области утвержден порядок выплаты единовременной материальной помощи льготным категориям граждан, пострадавшим вследствие радиационных воздействий в связи с 31-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС за счет средств бюджета городского округа Мытища. Единовременная материальная помощь оказана льготным категориям граждан, имеющим постоянную регистрацию на территории городского округа Мытища и имеющим инвалидность или получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется администрацией городского округа Мытища путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан Сбербанк России и через Мытищинский почтамп Московской области, филиал Почта России. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытища Московской области утвержден порядок выплаты единовременной материальной помощи льготным категориям граждан, имеющих постоянную регистрацию на территории городского округа Мытища ко дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Денежные выплаты получат 3 321 ветеран Великой Отечественной войны. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации городского округа Мытища. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым размеры государственные пошлины, установленные за совершение юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0.7 в случае подачи заявлений о совершении указанных действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Таким образом, физическим лицам, подающим заявление на получение государственных услуг по линии регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД через сайт Госуслуг, предоставляется 30-процентная скидка на оплату пошлины. Напоминаем, каждую среду с 9 до 18 часов отдел ГИБДД МВД России Матищинская работает только по приему граждан, записывающихся через портал Госуслуг. В администрации городского округа Матища осуществляется прием документов для участия в муниципальной подпрограмме обеспечения жильем молодых семей с целью поддержки молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий. Краткая информация о программе, а также перечень необходимых документов представлены на официальном сайте администрации. Консультацию по программе можно получить в отделе реализации жилищных программ и программ капитального ремонта управления ЖКХ и благоустройства по адресу Новоматищинский проспект 36-7, кабинет 305. Внимание, жители городского округа Матищи! Уведомляем вас о том, что с 1 мая 2017 года на территории Московской области установлен особый противопожарный режим. Просим соблюдать требования пожарной безопасности в лесных массивах и местах массового отдыха населения. 13 и 14 мая на центральной площади города для жителей Матищ пройдет универсальная ярмарка «Ценопад». Приходите за покупками с 10 до 19 часов. Субтитры создавал DimaTorzok